Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Я прошу Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это третья серия истории о татарах. В прошлой серии мы увидели наступление татар на исламский мир. Мы увидели сражение Чингисхана с Мухаммадом Харизмшахом на востоке исламского государства, где погибло большое количество людей с обеих сторон. И установление полного контроля Чингисханом над востоком исламского мира. Из-за того, что Мухаммад Харизмшах со своей армией отступил к столице, городу Гурганч, для его укрепления, желая сохранить своё имущество, своё богатство и желая защитить свою семью, оставив позади себя мусульманские народы без какой-либо защиты и помощи. Мы видели в прошлой серии вторжение армии татар в великий город Бухара, один из самых больших обитателей знаний в исламе. Достаточно и того, что он подарил нам имам Аль-Бухари, одного из самых выдающихся учёных сунна в исламе. Этот город, как мы сказали, был полностью разрушен. В нём были убиты как воины-муджахиды, которые защищались в крепости, так и все остальные жители. И тут кто-то может задать вопрос и спросить, но почему же Аллах позволил варварское убийство, истребление воинов-муджахидов, учёных-улама и фатихов, хотя они выполняли свой долг и давали отпор врагам, как могли? Почему и они были убиты вместе с малодушными капитулянтами Бухары? На самом деле на этот вопрос отвечает хадис посланника Аллаха, саллиллау алейху ассалям. Когда госпожа Зайнаб бин Джакш, мать правоверных, да будет доволен её Аллах, спросила его, о посланник Аллаха, так неужели погибнем и мы, несмотря на то, что среди нас будут праведники? Он ответил, да, а затем указал на причину этого и сказал, если пороки умножатся. А пороки действительно увеличились и в Бухаре, и во всех городах мусульман в общем в то время. Одним из этих пороков является то, что мусульмане не поднимают оружие для самообороны. Это порок, когда мусульмане позволяют попирать их права вот так, не приложив ни малейшего усилия для борьбы. Это порок, когда не соблюдается шариат Аллаха, причист он и возвышен. Это порок, когда мусульмане грешат и ослушиваются своего Господа день за днём, напролёт, а затем они же ещё и ожидают, ошибочно надеются на помощь от своего Господа, причист он и возвышен. Все эти грехи и многое другое поразило мусульман, потому что практически все жители Бухары погибли. Неужели мы все погибнем, когда среди нас будут и праведники? Да, если пороков станет слишком много. Город Бухара пал. И как мы уже сказали, это отнюдь не конец, а только начало этой истории, которая начинается в 617 году от хиджра. В году запомнившимся как самый отвратительный в истории всего человечества, а не только в истории мусульман. В начале моего повествования об этом годе я хочу процитировать слова Ибн Аль-Асира, да помилует его Аллах. Ибн Аль-Асир – это один из крупнейших учёных ислама и один из выдающихся историков. Это автор книги «Аль-Камиль-Фиттари» – «Полная история ислама», безусловно, одной из самых известных книг по истории мусульман. Слова Ибн Аль-Асира считаются более авторитетными, чем слова любого другого историка. Почему именно Ибн Аль-Асир? Потому что он был современником, дорогие братья. Он был очевидцем этих событий. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В действительности Ибн Аль-Асир застал очень трудные времена. Ибн Аль-Асир, да помилует его Аллах, был свидетелем всех побоищ, всех страданий и трудностей, с которыми столкнулась уммой, но, к большому сожалению, он не видел победы. Он скончался прежде, чем люди освободились от могола татарского ига, и это давило на него. Это можно ясно увидеть во всех его трудах. В них ощущается вся эта трогательная скорбь, боль и горесть, которую он испытывал чрезвычайно сильно. Поэтому мы изучаем труды Ибн Аль-Асира, придавая им особую важность, в отличие от книг других историков. И мы обязаны обратить наше внимание на его слова, когда изучаем историю татар. Ибн Аль-Асир в своем вступлении к истории татар приводит очень печальную страницу, полную боли, из которой я выписал некоторые выражения. В самом начале он пишет «Да помилует его Аллах» очень удивительное высказывание. Его еще удивительнее слышать от такого крупного ученого, как Ибн Аль-Асир «Да помилует его Аллах». Он говорит, что он очень долго откладывал написание этой истории. Почему же? И в ответ «Кому же?» Вы только вслушайтесь. Кому же будет легко собственноручно написать извещение о смерти Исламы? Вы только прислушайтесь к этим словам. То есть все, Ислам исчезает с поверхности земли, извещение о смерти Исламы. Ислам может умереть? Ибн Аль-Асир считал, что это признаки судного дня. Все, это конец. Ислам безвозвратно умирает. Кому будет легко написать своими руками о смерти Ислама и мусульман? Кто может быть равнодушен при упоминании такого? Далее он пишет. «О, если бы моя мать не родила меня! О, если бы я умер до всего этого и был бы забыт навсегда! Не переносим моя боль и скорбь!» Далее он пишет еще многое о чем, и в конце приходит к совершенно поражающему утверждению. Ибн Аль-Асир сравнивает смуту татар с даджалем и после такого сравнения заявляет, что смута татар тяжелее смута даджала. Представляете? И это при том, что все мы знаем, что даджаль является наихудшим из ожидаемого зла. И что более сложное испытание, чем смута даджала, будет только испытание в судный день. При всем при этом, Ибн Аль-Асир, да помилует его Аллах, сказал эти слова из-за всего того ужаса, который он видел. Он сказал, что касается даджала, тут он сравнивает татар с даджалем. Что касается даджала, то он убивает тех, кто противится ему, но оставляет в живых тех, кто последует за ним. То есть тех, кто последует за ним, даджаль не убьет. Но что до этих, то они убивают всех. Они никого не оставляют в живых. Убивают мужчин, женщин и детей. Они разрезают животы беременными, закалывают детей в зародыши еще в животах своих матерей. Так об этом пишет Ибн Аль-Асир, да помилует его Аллах. Обратитесь к его словам в предисловии к истории о татарах. Слова полные горечи и скорби. Вы сказали, что завоевание Бухары произошло в конце 616 года. Так вот уже в начале 617 года они принялись за Самарканд. А Самарканд это, безусловно, один из самых больших исламских городов. Этот город также был известен как обитель знаний в исламе. Город этот был экономически развит, в нем сосредоточилось немалое богатство. Поэтому Мухаммад Харизм-Шах оставил в нем 50 тысяч воинов-харизмитов. 50 тысяч мужчин из регулярной армии Харизма. Естественно, он не оставил их ради жителей города. Он преследовал цель защитить те огромные богатства, находившиеся в этом великом городе Самарканд. Пришли татары. Они привели с собой из Бухары большое количество плененных мусульман. Они взяли в плен оставшихся в живых жителей Бухары и ее окрестностей, а также жителей тех городов, через которые они прошли на пути в Самарканд. Для чего им нужны были пленные мусульмане? Они выполняли для них сразу несколько задач. Во-первых, каждый пленник нес татарский флаг, татарское знамя. Он шел и держал в руках татарский флаг. И те, кто издали видели эти войска, думали, что эти пленники также входят в число татарской армии. Следовательно, они полагали, что все это ужасающее количество людей – это воины татарской армии. Это устрашает людей, противников, которых они встречают. Они увеличивают свое количество посредством пленных. Во-вторых, они использовали их как живой щит. Когда начинался обоюдный обстрел луками и копьями, они ставили пленных мусульман в первые ряды для того, чтобы те принимали удар на себя, спасая тем самым ряды татар. В-третьих, они заставляли пленников воевать со своими братьями-мусульманами. Пленного, который отказывался это делать, тут же убивали. Конечно, пленник не имеет никакого права убивать своего брата-мусульманина для того, чтобы спасти свою жизнь. Но в этот момент все на свете становилось для них неважным. И действительно, среди них находились те, кто помогал татарам в войне с мусульманами. Как мы уже это видели на примере жителей Бухары, когда они штурмом взяли крепость мусульман, в которой находились воины-муджахиды, ученые-алимы и факихи. Крайне унизительное состояние, дорогие братья. Иной раз пленников убивали непосредственно у стен городов, для того, чтобы вселить ужас в сердца людей. И, наконец, иногда производили обмен пленными на случай, если пленили кого-либо из татар. Но это было довольно редко, потому как татар в плен почти не брали. Итак, они подошли к городу Самарканд и начали ее осаду. Жители Самарканда собрались в поиске решения, что делать. Несмотря на то, что там находился отряд харизмитов, воинов из регулярной армии. Но, субханаллах, этот отряд был абсолютно бесхарактерным. И это совершенно естественно для войска без принципов. Не поднимался ни вопрос джихада на пути Аллаха, ни стремление попасть в рай, ни смерть в подчинении Аллаху Пречистон и Возвышен, ни защита неприкосновенности мусульман. Ничто из этого даже не обсуждалось. Просто самая обычная регулярная армия, которая заботится о защите только Мухаммада Харизмшаха и его ближайших соратников, исправящей власти этой страны. Помимо этого, ее больше ничего не волнует. Поэтому, когда татары пришли в город Самарканд, само это войско потребовало открыть ворота и заключить договор с татарами о предоставлении безопасности жителям города. Разве это не те самые татары, которые всего несколько месяцев назад не сдержали свое слово, данное жителям Бухары? Неужели вы хотите совершить ту же ошибку? Но, субханаллах, войско Харизмской армии дошло до такой необъяснимой трусости. Сам народ говорил им о том, что татары сделают и сейчас, ровным счетом, то, что они совершили в Бухаре. Но нет, они решили открыть им вороты. Заметьте, какой была армия Харизмы, львом в отношении мусульман и страусом перед татарами. Воины Харизмской армии открыли вороты. Татары вошли в исламский город Самарканд и, субханаллах, как только он перешел в их руки, они убили все 50 тысяч воинов Харизмской армии. А затем стали истреблять и творить нечестие с населением города. Дорогие братья, это неудивительно. Все это повторялось. Точно так, как мы уже видели. Не раз, не два и не три. Люди просто старались хоть как-то сохранить себе жизнь. Надеясь на призрачную возможность остаться в живых, даже если это всего лишь иллюзия, обещания татар, которые не держат свое слово. Таковой была та действительность, через которую прошли мусульмане. Когда Мухаммад Харизмшек услышал об этом, он еще усерднее позаботился о защите города Курганш, оставив Самарканд и все остальное. Чингисхану очень понравился тот город, который он только что получил в свои руки. Ведь это был огромный, сильный и защищенный город. В то же время он находился в самом центре всего этого региона. Город Самарканд сейчас находится в исламской стране Узбекистан. Чингисхан отправил 20 тысяч татарских воинов из города Самарканд с единственной миссией – схватить Мухаммада Харизмшаха. Помимо этого, их абсолютно ничего не интересовало. Ни разрушения, ни разорения, ни убийства, ни казни. Ничего. Их целью было только достать Мухаммада Харизмшаха, чтобы, схватив его, поставить все государство на колени. Обратите внимание, он отправил только 20 тысяч солдат. Хотя этим 20 тысячам воинов предстоял поход в самое сердце исламского государства. Ведь куда они идут? Они направляются в столицу, в Гурганч. Естественно, это указывает на то, что Чингисхан нашел перед собой совершенно никчемную силу. Ведь он встретил 50 тысяч воинов в Самарканде без сопротивления. А до этого взял Бухару также без какого-либо сопротивления. Всего лишь те некоторые, что были внутри крепости, пытались дать отпор. Эти 20 тысяч воинов действительно отправились и осадили город Гурганч. Как только Мухаммад Харизмшах узнал о приближении татарских солдат к Гурганчу, он тут же покинул город. Вот так вот сразу предводитель, который правит таким обширным регионом, такой большой мусульманской страной, печется только о спасении своей жизни и жизни своей семьи. Он взял с собой семью, все свое имущество, все богатства и сокровища и направился к западу, подальше от Гурганча. Татары не вошли в город Гурганч. Когда они узнали, что Мухаммад Харизмшах сбежал, они пошли вслед за ним. Они имели перед собой определенную цель. Это схватить Мухаммада Харизмшаха. И люди освобождали им дорогу, потому как татары при исполнении задания никого не убивали. И мусульмане довольствовались от них этим. Раз вы никого не трогаете, то дорога для вас свободна. Мухаммад Харизмшах бежал от одного города к другому. Он прошел на своем пути из, паналла, несколько мусульманских городов, от Гурганча в Нишапур, затем в Мазендеран, в Иране, затем в Рей, потом он опять вернулся в Мазендеран. Далее он отправился в Табаристан, а с Табаристана он пытался выйти в Каспийское море. Табаристан располагался на границе Каспийского моря. От города к городу татары шли по его следам, и никто его не защищает, а на Аллах. Этот человек, который правил этим народом, он не встречался с людьми, со своими подданными, он виделся всего лишь с непосредственно близкими к нему чиновниками и губернаторами. Народ выдал его предельно просто. Более того, некоторые люди из его народа даже сами указывали татарам на шаги передвижения Мухаммада Харизмшаха, помогая им схватить его. И вот Мухаммад Харизмшах дошел до берега Каспийского моря в городе Табаристан. На найденном там корабле он уплыл вглубь Каспийского моря, оставив позади себя весь мир и все, что в нем. Когда 20 тысяч воинов прибыло к берегу Каспийского моря, не найдя там кораблей, они прекратили преследование Мухаммада Харизмшаха. А что сделал Мухаммад Харизмшах? Он причалил к одному острову в Каспийском море. На нем была древняя крепость, в которой он и остановился. Одиноким, беглым, униженным и слабым. С ним не было никого, кроме некоторых членов его семьи. Он не смог взять с собой даже всю свою семью, ему пришлось оставить часть из них в Табаристане. Субханаллах, братья и сестры. Его история поражает. После нескольких дней или максимум месяца, Мухаммад Харизмшах умер на этом острове. Он скончался в своей постели. Никто его не убивал. Он умер в такой бедности, что в качестве савана был обернут в постельное белье, на котором он спал. Его похоронили на этом острове глубоко посреди моря. Господь, причист он и возвышен, уготовил ему бесславную участь. Этот человек сам избрал свою смерть. Да, мы не выбираем свою судьбу и то, как мы умрем. Но ведь он мог встретить свою смерть с поднятой головой, защищая свою страну, свою религию, семью и свой народ. Его смерть могла запомниться нам именно так. Момент смерти никак невозможно отложить или предвосхитить. Такое твердое убеждение всех мусульман. Однако это истина, которая остается только в теории. Как об этом сказал один из табиинов, самым слабым убеждением из всех я нашел убеждение людей о своей смерти. Каждый из нас знает, что он умрет, но эти обманчивые надежды... Эти обманчивые надежды заставляют нас бездействовать, тратить время впустую, грешить, отдаляться далеко-далеко от прямого пути, притеснять и совершать множество смертных грехов. Потому что у нас, как мы думаем, еще очень много времени для покаяния и возвращения на путь Аллаха причисленно возвышен. Однако, субханаллах, Мухаммад Харизмшах умер в таком унизительном положении. И когда отряд из 20 тысяч воинов возвращался в Самарканд к Чингискану, по дороге они прошли через город Рей и нашли там часть семи Мухаммада Харизмшаха, которую он там скрывал. Они пленили их и убили их. Убили его жену и некоторых его детей, а также забрали то ошеломляющее количество богатства, с которым он хотел сбежать от своего народа. Все пропало, все закончилось. Ему еще предстоит отчет перед Всевышним причисленный возвышен. Как вы считаете, что случилось с этими 20 тысячами воинов в центре исламского мира на их пути назад? Кто-то, кто возьмется проанализировать эту картину, 20 тысяч воинов у Табаристана и Чингискан в Самарканде, может сказать, что эта группа 100% пропадет. Все, ей конец. Почему же, дорогие братья? Вы знаете, какое расстояние между Самаркандом и Табаристаном? Это около 650 километров. 650 километров разделяет эту маленькую группу всего в 20 тысяч воинов от ее основного подкрепления, Чингискана в Самарканде. Но несмотря на это, никто из мусульман не дал им отпор, защищая себя, сражаясь и ведя джихад на пути Аллаха. 20 тысяч татар опустошили все окрестности. Они вошли в город Казуин и убили в нем 40 тысяч людей. И обратите внимание, в это время не было никаких бомб или ракет. Из оружия есть только меч. Мусульман убивали, а они не защищались. После города Казуин они вошли в город Мазиндеран. А город Мазиндеран был одним из самых хорошо укрепленных мусульманских городов. До такой степени, что когда осуществлялись исламские завоевания и были завоеваны персидские города, город Мазиндеран находится в современном Иране. И вот когда персидские города были завоеваны, город Мазиндеран остался неприступным, благодаря своим укреплениям. Он был завоеван только во время Сулеймана ибн Абдульмалика, известного амиядского халифа. Тем не менее, они вошли в этот город в течение всего лишь нескольких часов. Не потребовалось и дня. Только несколько часов. Они завоевали Мазиндеран, Рей, Казуин, Табаристан. Всего 20 тысяч воинов. И все это, субханаллах, несмотря на множество преград между ними и Чингисханом. Преимущественно горная местность, разделяющие реки, большое количество населения мусульман в этих краях. Несмотря на все это, никто и пальцем не пошевелил. Абсолютная покорность мусульман и беспрепятственное наступление татар. Мухаммад Харизмшах был загадкой. Стоит об этом упомянуть. Ведь в некоторых книгах о Мухаммаде Харизмшахе написано, что он был достойным ученым алимом, читавшим Коран. Однако он не имел знаний в сфере политики и управления. И он даже не интересовался о состоянии своего народа. Он жил полностью изолированно ото всех вокруг себя. При его власти страна воевала со всеми близлежащими исламскими странами. Поэтому, когда началось могола татарская ига, все от него отвернулись. От него отвернулся аббасидский халифат, гуриды в Индии и турки бросили его. Сам его народ, как мы уже упоминали, бросили его и даже помогал врагам мусульман в его поисках. Что дальше планировал Чингисхан? Он хотел завладеть двумя огромными мусульманскими регионами. Первый из них это Харасан. Харасан это вся восточная часть Ирана, северо-восточная часть Афганистана, а также значительные территории стран, находящихся в этом регионе, входившие в свое время в Советский Союз, такие как Казахстан и Туркменистан. Название второго региона – Харизм. Это центральная область Харизмского государства, та самая, в которой находилась столица Курганч. Это два достаточно больших региона с не менее плотным населением. И Чингисхан для того, чтобы достичь успеха в желаемом, решил предпринять террористические атаки. Что же он сделал? Впервые он незамедлительно спланировал нападение на местечко под названием Фергана, находящееся в пределах 500 километров к востоку от Самарканда. Он разрушил этот город до основания и убил всех ее жителей. Сейчас этот город Фергана находится на северо-западе Афганистана. Далее город Тирмес, город великого имама мусульман от Тирмези, автора известного свода хадисов. Этот город, находившийся примерно в 100 километрах к югу от Самарканда, также полностью уничтожили. Затем они разрушили крепость Келяб, одну из самых мощных крепостей в истории мусульман на берегу реки Сырдарья. Эти террористические атаки вселили страх в сердца мусульман, и никто из них не смел и думать поднять меч против татар. И действительно, Харасан, один из самых больших исламских регионов, стал постепенно переходить в их руки. Среди городов Харасана такие города, как Балх, Герат, Мерв, а также многие другие города. В городе Балх он сделал нечто весьма удивительное. В этом городе он так же, как и раньше, дал обещание о помиловании, однако на этот раз сдержал свое слово. Он обеспечил им безопасность. Но почему же? Потому что он обещал жителям Балха, город Балх находится на севере Афганистана, он обещал жителям Балха сохранить им их жизни при условии, если они помогут ему завладеть исламскими странами. Что ответили на эти жители Балха? Северные жители Афганистана, когда им было обещано сохранить их жизни, если они будут сражаться вместе с Чингисханом против мусульман. Это мы узнаем в следующей серии по воле Аллаха, а также узнаем, чем ответили мусульманские города в Харасане и Харезме. Противостоял ли им кто-нибудь или все люди сдались? Прошу Аллаха, причисто он и возвышен, даровать нам понимание его пути, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен и только ему все принадлежит. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.